Строят, несмотря на решение суда о сносе. В редакцию РГВК Дагестан обратились жители редукторного поселка Махачкалы. По словам наших зрителей, по соседству с их домами, это прямо на берегу озера Агель, кто-то решил возвести многоэтажку, не имея никакой разрешительной документации. Жалуются жильцы и на строительный мусор, который застройщики якобы сбрасывают прямо в озеро. Асхабали Саидиев попытался разобраться в ситуации. Жители редукторного поселка Махачкалы обратились в нашу редакцию со своими чаяниями. По адресу 1-й Бугленский тупик, дом 21, на берегу озера Агель, среди частных домов стремительно выросла пятиэтажка. Судя по работам на стройке, скоро появится и шестой этаж. Как уверяли нас жильцы близлежащих домов, разрешения на это у застройщика нет, а земля предназначена для индивидуального жилого строительства. Информацию подтвердили в администрации Махачкалы. Более того, суд уже признал стройку незаконной. Ранее специалистами управления архитектуры и градостроительства в рамках выездных мероприятий был составлен акт выездной проверки в отношении объекта капитального строительства, возводимого с самовольно безразрешительным документом в разрез со статьями 50.51 градостроительного кодекса. Данный материал был направлен с исковым заявлением на снос в суд. Имеется заочное решение суда. Несмотря на это, строительство дома продолжается активными темпами. Видимо, застройщика не очень пугают меры, предпринятые в отношении него законом. В администрации Махачкалы на это отвечают, что активно пресекают попытки продолжить стройку. Но, судя по всему, пока действия чиновников не дают результата. На сегодняшний день в собственном конземельном участке предпринимаются попытки введения самовольного строительства, который пресекается нашими специалистами. Данный объект находится на контроле. Вопросы к строителям появились не только у градостроительных, но и у природоохранных органов. Ведь строительный мусор складывается прямо на прибрежной зоне озера Акгёль. В управлении Федеральной службы Роспироднадзора нам сообщили, что уже организована проверка. Сейчас проводятся лабораторные исследования и оценивается уровень вреда, причинённого озеру. Асхабали Сайдиев, Ибрагим Магомедов и Вадим Шамхалов. Время новостей.